В одном из ваших видео Светлана сказала, что заявитель на политубежище может приостановить рассмотрение своего кейса. Хотелось бы узнать об этом подробней. Когда и каким образом это можно сделать? На какой срок можно приостановить? Кто может возобновить рассмотрение? Будут ли в этом случае продлеваться разрешения на работу и водительские права, которые выдают только на один год? Где можно посмотреть официальный документ, форму и разъяснение? Окей, много вопросов. Во-первых, начиная с конца. Никакой формы и разъяснения о том, как кейс приостановить нет, потому что это чисто практический совет, и об этом не пишут, чтобы кто-то мог искусственным образом приостановить кейс. Я просто рассказывала это, когда отвечала на вопрос, что делать, если человек подал на статус беженца, пока он еще находится в легальном статусе, допустим, как турист, скажем, приехал на 6 месяцев, подал до того, как 6 месяцев прошло, или приехал как студент по F1 или по J1, и подал рано, и вдруг вызвали и отказ до того, как закончился статус, по которому человек приехал, что тогда делать? Поэтому мы говорили о том, как приостановить искусственно рассмотрение. То есть как бы рассмотрение не приостанавливается, просто приостанавливается, ну как бы не вызывают, человека вызвали на интервью. Если человек решил на него не идти, потому что вдруг будет ответ отрицательный через 2 недели, и нельзя делать апелляцию из-за того, что человек был в статусе, тогда можно искусственным образом оттянуть вызов на собеседование, попросив отсрочку. И должна быть уважительная причина для этого. Именно оттянуть дату собеседования, если человека уже вызвали на собеседование. Можно это сделать даже несколько раз, но должна быть уважительная причина. Например, человек, который подал, плохо себя чувствует или нет переводчика в этот момент и так далее. Если это произошло до того, как 6 месяцев прошло, с момента подачи, то если дело остановить, ну как бы не остановить, а попросить перенести собеседование, то это останавливает отсчет 180 дней на получение разрешения на работу. То есть это не очень хорошо. То есть это, да, влияет на разрешение на работу. А если уже прошло 6 месяцев, и человек получил разрешение на работу, а потом его вызвали на собеседование, по какой-то причине он или она не хочет на это собеседование идти. То есть, если честно, я не всем понимаю, почему, потому что все хотят пораньше пойти на собеседование. То есть если уже получил разрешение на работу, то нет никакого риска в том, что вы переносите собеседование даже несколько раз. Потому что уже, если 180 дней отсчиталось и получил разрешение на работу, его уже назад не отберут, даже если по вашей просьбе откладывают собеседование.